11.07 в Кирове начинается программа «Дневной разворот» в студии Николай Голиков. Я Анна Лапшина. Всем добрый день. Мы сегодня немножко меняем формат четверга. Обычно у нас разворот 2 часа, но во втором часе сегодня мы сделаем программу «Культ похода». Дадим слушателям возможность выиграть призы на предстоящие праздничные дни, мероприятия, которые будут проходить. Ну и просто поздравить своих близких с наступающим праздником 8 марта. Ну это, я думаю, легко объяснимо, потому что сегодня не совсем настоящий четверг, он скорее немножко такой пятница. Получетверг, полупятница. Потому что да, впереди у нас три выходных дня, и один из них очень приятный праздничный. Кстати, девчонки, все, которые в студии, все, которые за студией, всех поздравляю от имени, видимо, уже мужчин. Спасибо, Николай. Так как я здесь практически один всех, поздравляю с наступающим весенним прекрасным праздником. Ну а я представлю вторую девчонку. Это Дарья Ткачева, руководитель проектов Молодежного творческого центра, начальник регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства. Обязательно добавить в составе РОСИЗО. Даша, добрый день. Добрый день. А говорить мы сегодня будем о новом культурном пространстве города Пятый этаж. Мы о нем уже говорили и на старте, незадолго до открытия, и упоминали его в свете всех мероприятий, которые там организуются. Да, я думаю, сейчас его, по-моему, чуть не каждый день упоминаю. А сейчас чуть более подробно расскажем о предстоящих планах. Даша, давай напомним слушателям нашим, вот все-таки где находится. Потому что, когда мы говорим Ленина, 119А, не все представляют себе, где это. Так, ну, у нас найти очень просто. Там есть такой очень заметный ориентир. Это торговый центр «Спортмастер». Вот, заходим в «Спортмастер» главного входа, там есть лифт, а там уже все подписано. Сразу на правый лифтик, нажали кнопочку, и сразу на пятый этаж. Да, нажали кнопочку, пятый этаж. Очень логично. Поднимаемся, и там уже нас нигде не потерять. Там мы только... А там все дороги прямо к вам, да? Да, 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 там есть пятый этаж, это и есть наш культурный центр. Это то здание, которое на Ленина, недалеко от перекрестка Ленина и Милицейский. Да-да-да, между Милицейской и Пролетарской. Оно там выделяется своим цветом на фоне других. Да-да-да, такой ступенчатый недозекурат, на вершине которого внизу, скажем так, физическая культура, а наверху интеллектуальная, духовная, то есть такой мозг. Какой интересный симбиоз. Да. Мы тоже постоянно этому удивляемся. Дух в здоровом теле, здоровый дух, скажем так. Совершенно верно, да. Все совпадает. Именно так. Да, мне кажется, это такой комплекс просто, чтобы все жители города могли находить для себя что-то в этом конкретном здании. Да, человеку все должно быть прекрасно. Так, помимо непосредственно пятого этажа у вас там еще находится галерея Крупинин, рядышком с вами. Да, галерея Крупинин, наши партнеры, соседи, часть нашего пространства. Там, кстати, говорят, сейчас работает новая выставка, очень интересная. Поэтому приходите, пожалуйста, можно прийти посмотреть. Что за выставка? А выставка называется «Дыхание весны». Она представляет живопись и керамику. Керамику очень хорошую, кстати, да. Да, поэтому можно прийти, посмотреть. Она открыта абсолютно в свободном доступе, бесплатно можно прийти посмотреть выставку. Если возникнет желание что-то там приобрести в подарок, либо себе, это тоже возможно. Поэтому можно прийти. А, то есть это выставка продажей, в принципе, перед праздником можно еще успеть, можно еще добежать и что-то купить. Конечно, конечно. Обычно частные галереи так работают, да? Так, в общем-то, галереи так и должны работать. Да, это есть именно галерея, галерея. То есть музеи не продают, а галереи можно и посмотреть, и купить. Конечно. Галерея, в принципе, само понятие галереи – это коммерческая организация, которая занимается поддержкой художников через покупку, продажу их произведений. И галерея Крупинина, они тоже именно этим и занимаются. Так, ну давайте к культурному центру пятый этаж теперь. Мы обещали слушателям анонсировать ближайшие мероприятия, ближайшие события, которые у вас будут. Вчера в нашем эфире наши столичные гости – Павел Гнилорыбов, Алексей Солнышков, руководитель, там, я не знаю, инициаторы, вдохновители команды «Архитектурное излишество» говорили о том, что как раз у вас 9 марта, по-моему, вечером будет лекция, их лекция. Но это не совсем такое ваше мероприятие, да? Да. Это партнерский такой проект. Совершенно верно. Культурный центр – это не только наши мероприятия, наши, что это молодежно-творческого центра. Это мероприятия, которые приносят к нам разные организации, инициативные люди. То есть приходят, говорят, мы хотим провести что-то. То есть довольно открытая площадка, да? Такая лабораторная, рабочая. То есть можно провести какой-то практикум, какой-то семинар, какую-то отдельную приглашенную лекцию. И так вот у нас вот сейчас, например, у нас в эту неделю идет фестиваль читок современной прозы, который организуют наши резиденты. Это не детский театр «Кактус». То есть такой любительский театр, который у нас занимаются, проводят свои занятия, тренинги, репетиции. И вот всю эту неделю они читают современную прозу. Фестиваль про текст. Вот вчера читали Угарова, позавчера читали Вырыпаева. Вот на 8 марта там запланирована вообще такая пьеса «Огонь», что называется, с красноречивым названием. 28 дней, девочки поймут, о чем речь. И не буду раскрывать все карты, лучше прийти и послушать. Тоже вход свободный, ребята организовали по принципу донейщины. Ну вот сегодня у нас будет читка в 5.30, а завтра 8 марта в 4 часа. 4 часа, да. Да, так раньше, выходной день. Так что, девчонки, приходите послушать такую правду-матку проживскую жизнь. Да, про свои 28 дней. Да, вот. И, кстати говоря, вот сегодня еще вечером после читки как-то решили организовать такой совместный просмотр прямой трансляции спектакля «Золотой маски». «Золотой маски», да. У нас на пятом этаже. То есть вы тоже это делаете? Да, мы тоже попытаемся это сделать. Театр «Наспаска» это делает, и вы это делаете вместе. Да, да. А у вас как-то это будет обставлено? То есть у вас вот в Театре «Наспаска», я так понимаю, что там пуфики какие-то, да, на которых можно было возлежать? У вас стульчики? Ну, у нас чуть попроще. У нас стульчики, у нас есть пара диванчиков, там, кресла и так далее. Мы широко не афишировали вот именно этот просмотр. Помех, как было в аналоге? Придет начитку, чтобы вот остаться. То есть те, кто ходят к нам, кто занимаются в театре, в этом, в «Кактусе». То есть они все очень заинтересованы в том, чтобы узнавать современный театральный процесс. И этим мы с ними очень близки. То есть у них постоянно происходят умничные просветительские события, так называемые недолекции у «Кактуса», которые читает Екатерина Рябова, известный наш кировский театральный критик. И вот здесь тоже решили, тоже для своих, но можно присоединиться абсолютно свободно любому, прийти вместе, посмотреть, обсудить не только читку, которая сегодня будет, но и прямую трансляцию спектакля «Золотой маски». Вот так вот. Спектакль какой? Не в курсе. Ну, ладно. Ну, посмотрим в перерыве сейчас, у нас будет перерыв, через пару минут мы посмотрим. И начало во сколько? Ну, читка начинается в 5.30, а в 7 часов будет уже транспортироваться. То есть кто в 5.30 не успеет, кто еще на работе будет, то к 7 вполне уже можно освободиться. И в 6 часов никто дорогу не сгородит. Нет, конечно, нет, абсолютно свободный вход. Так, 7, 8 и 9 анонсировали. И так как мы начали марц таких вот с текстов, текстом будет посвящен, по большому счету, почти весь месяц. Дело в том, что у нас основные события, которые именно нами организуются, это мой авторский цикл лекций, посвященный современному искусству. Его цикл называется «Личное дело. Кто делает современное искусство?». И в этом месяце я буду рассказывать про Розалинд Краус. Розалинд Краус – это один из известнейших, из самых влиятельнейших теоретиков современного искусства, тексты которой стали уже классикой современности. Ее постоянно везде, повсеместно цитируют. И вот мы будем говорить о ней как о критике, потому что, говоря о современном искусстве, невозможно обойти вот эту категорию людей, те, которые описывают, которые вводят вот этот спорный процесс художественный в определенные теоретические, критические какие-то рамки, которые как-то определенным образом располагают эти события в тех системах координат, которые сейчас существуют в мире искусства и культуры. И ей же будет посвящена ридинг-группа. Напомню, лекция эта будет 12 марта, следующий вторник. А через неделю 19 марта, тоже во вторник, наши традиционные ридинг-группы. То есть это такие открытые чтения, где мы читаем тексты по культуре и по искусству. То есть берем из первого источника тех, кто профессионально глубоко описывал когда-либо культурные проекты, культурные процессы прежде всего, и мы берем текст, один из известнейших текстов Розалинд Краус «Подлинность авангарда». Это у нас такая же цепочка, то есть те, кто уже бывали на наших ридинг-группах. Мы читали «Авангард» Китч Климента Гринберга, мы читали ХС РТГ и Гассета «Дегуманизация искусства». И вот мы затрагиваем этот вопрос элитарности и массовости в искусстве, и вот авангард, что такое авангард в искусстве как явление. Нам помогает разбираться с текстом наш модератор, кандидат философских наук Татьяна Генриховна Ивансова, и помогает нам разобраться. Можно прийти просто, если вы стесняетесь, что называется, читать философский текст, потому что такое сложно, я же ничего не пойму. Вот не надо стесняться, можно почитать дома, выделить какие-то проблемные места, можно прийти прямо там, берем текст, по очереди читаем. И разбираем. Да, что-то непонятно, то есть устанавливаемся так, вот я вот не понял, а что он тут имел в виду, а что это вот такое за слово. То есть все разберемся, обсудим, поговорим. И вот текст как повод для того, чтобы… Текст как повод для разговора. Да, да, да. Ну и в том числе мы знакомимся с какими-то важными текстами, без которых на самом деле сложно говорить о современной культуре, не обращаясь к этим текстам. Вот, поэтому вот тема таких вот текстов у нас очень получается такая важная. Даша, я прошу прощения, мы сейчас делаем небольшую паузу, полуминутную, и мы продолжим. Дарья Ткачева в нашей студии. Дарья Ткачева у нас. В нашей студии руководитель проектов Молодежного творческого центра. И еще очень длинная должность, можно даже я не буду ее называть? Ну, может. Нам пока есть и без этого о чем поговорить, да? Да. И мы говорим о наполнении вот этого нового культурного пространства, о котором мы уже неоднократно говорили. Это пятый этаж на улице Ленина, 119А, и о том, что именно сейчас там происходит, что будет происходить в ближайшее время. Да. И так мы дошли до лекций. Лекций и рейтинги. Которые идут по программе Молодежного творческого центра. В недавнем прошлом преподаватель ВИАДГУ. Она читает такой авторский цикл «Введение философии современности». То есть нам всем очень интересно разобраться, что же такое современность. Вот мы говорим о современном искусстве, современной культуре. Что такое современность? Что можно считать? Где ее рамки? Чем она отличается от классики, от традиций? И так далее, и так далее. И вот с помощью Татьяны Генриховны мы очень подробно стараемся погрузиться в этот сложный вопрос. У нас уже в марте будет лекция «Появление современности. Часть третья». То есть только появление этого феномена. Она еще только-только появляется. Да. Мы вот уже в третьей части будем разбираться. То есть о чем мы говорили ранее. Мы говорили о смене сознания человека, о том, чем отличается традиционное, классическое. Мировоззрение от современного, от простого и сложного восприятия, с чем они отличаются, и как это происходит смена. Мы говорили о рефлексии и автореферентности человеческого сознания. Про автореферентность можно поподробнее задумываться сразу. Мне кажется, и про рефлексию тоже не всем, наверное. Ну если кратко, про автореферентность, то, что человек, современный человек, всегда только человеку свойственно смотреть на все именно через призму самого себя. То есть когда человеческое, слишком человеческое. То есть никто из животного мира, не зная, что он слон, грубо говоря, да. А человек все наделяет, он все, на что он смотрит, он смотрит через призму своего человеческого самосознания. То есть мы даем название вещам и так далее, и так далее. То есть вот очень такую тоже сложную вещь. На прошлой лекции мы говорили о разности восприятия традиций в западной и восточной культуре. То есть как отношение к традиции, как по-разному смотрят на понятие традиций в этих культурах. О чем будем говорить дальше, следите за анонсами, будем все напишем. Реально приглашаю тех, кто соскучился по академическим дисциплинам, кто давно закончил учебу или кому не хватает этого сейчас в образовании. Просто хотите вернуться на 20 лет назад, почувствовать себя моложе на 20 лет, да? Пожалуйста, приходите и слушайте. Татьяна Генриховна большой молодец. Она, с одной стороны, старается очень разобрать, она всегда очень переживает, что меня не поймут. И старается прямо разжевать до малейших, дойти на очень простых ярких примерах, объясняя какие-то сложные материи. Но при этом уровень лекции, он остается такой академический. То есть это не такая публицистическая, популяризаторская лекция. Она достаточно очень серьезно ориентирована. Мы разбираем сложный термин. Потому что без них никуда в философии надо понимать, что значат эти слова. Поэтому если кому-то хочется такого серьезного погружения в такую непростую и крайне интересную актуальную тему, то вот прям welcome 26 марта. Ждем к нам на лекции по философии. Вот, кстати, Дарья, я сказала, следите за анонсами. А я сейчас как раз нахожусь на сайте Молодежного творческого центра. И людям нашим хочу сказать, что сайт Молодежного творческого центра довольно просто ищется. МТС. МТС, Киров. Ну, то есть практически МТС. Я когда увидела первый раз этот адрес, я думаю, странно, почему меня сюда отправляют? Потом сообразила, что буква С это все-таки не С. Ну, а к тому же надо напомнить, что очень много информации о работе пятого этажа, обо всех социальных сетях. Совершенно верно, да. То есть кому как удобнее. По-моему, иногда даже слишком много, потому что я начинаю уже теряться именно, что когда там происходит. Все время разное, разное, разное. На самом деле, действительно, мы изначально ставили себе задачу не слишком увлекаться, чтобы был такой нормальный режим. Но как-то так получается, что события проходят почти каждый день. И они все очень разные. Но мы все о них сообщаем. Да, действительно, есть у нас аккаунты и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Телеграме. Вот кому что удобно. Может быть, самое удобное, это все-таки сайт. Там есть возможность подписаться на анонсы, первыми получать на электронную почту просто все анонсы. Кому как удобно, пожалуйста, следите за событиями. Мы стараемся достаточно своевременно все выкладывать, предупреждать о наших мероприятиях. И каждый найдет себе что-то, то, что ему интересно. То есть мы стараемся разные вещи. Вот, например, еще один тоже лекционный курс у нас. Он совсем другой, но все-таки близкий. Курс называется «Классические лекции о классическом искусстве». И посвящены искусству XX века. Для тех, кто хочет разобраться во всех измах, которые тут произошли в XX веке, почему это искусство такое значимое, что такое случилось, что оно стало таким непростым. Помогает нам в этом автор курса, лектор, кандидат к культурологии, доцент ВИАДГУ Дождевых Светлана. И вот ближайшая лекция будет 13 марта. Мы будем говорить о Кандинском. О Кандинском и об искусстве абстракции. О том, что же там надо видеть, надо ли что-то там искать, и как вообще к этому все пришло, откуда взялась абстракция. То есть я желаю с этим разобраться. Приходите. Светлана читает очень увлекательно, очень, с одной стороны, точно, информационно, но увлекательно, эмоционально с точки зрения подачи. Поэтому тоже такая лекция для тех, кто хотел бы когда-то разобраться, но все как-никак в руки не дойдут или не знаю, где почитать, посмотреть. Вживую, конечно, всегда приятнее прийти, пообсуждать. Мы всегда стараемся потом как-то обсуждать, какие-то вопросы задавать, чайку попить и так далее. Начало в 19 часов. То есть время тоже удобно. Дарья, я хотела спросить, мы с самого начала не остановились, потому что мероприятий много. Возрастное ограничение вот этих вот мероприятий, лекции по философии, лекции по искусству, сколько? По-разному. От чего зависит? Ну вот кандинский, сколько возрастное ограничение? Ой, там можно, я не знаю, там, ну, 12+, я не знаю. Просто в принципе от того, что ребенку до 12, я не знаю, насколько это будет... Сложно будет понять. Сложно воспринимать, да. На свои лекции я обычно ставлю там 16, даже 18+, потому что в современном искусстве затрагивают иногда достаточно резкие темы, и как бы не хотелось бы никого там, взрядно там, не знаю, пугать или... Шокировать. Да, шокировать, но как бы вот. А лекции по философии, соответственно, тоже, я думаю, ну, 16+, просто по, в принципе, по принципу уровня. Не потому, что они вредные, а потому что просто как бы раньше там... Сложно воспринимать это все. Да, да, просто чтобы как будто на уровень восприятия был соответствующий. Я смотрю четко, пьесы 28 дней, возрастное ограничение 16+, тоже. Ну, да, 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 совершенно верно. Ну, то есть от 16 и старше. От 16 и старше. Хотя, опять же, если говорить про детей, Даш, ну, пришел человек на лекцию о Кандинском, ребенок, да. Он может не понять, о чем говорят, но он может просто посмотреть на работу, и ему это понравится. Это совершенно верно. У нас есть постоянные участники, которые приходят с дочкой, дочке лет 5-6, вот, абсолютно на все. Они даже приходили к нам на фильмы, которые я смотрела вот так вот через пальчики, да, вот какие-то не самые простые вещи. Они считают нужным, что ребенку, кого надо, показывают все. Они сидят и объясняют, там, на ушко шепчут, какие-то, она просто задает. Это вопрос отношения, да. То есть наше дело, кажется, предупредить, а дальше уже вы сами решаете, кого брать, кого не брать, пускать, не пускать, как это объяснять, быть готовым объяснить, если будут вопросы. То есть наше дело просто предупредить о том, что вот... Кстати, о фильмах, Даша, вот вы же начали так хорошо, там показывали и Метрополис, там, и вообще так это... Да, фильмы будут. Будут. Фильмы будут, тем более мы возобновляем сотрудничество с немецким культурным центром имени Гето в Москве. Вот, пока ничего конкретного здесь не скажу, следите за анонсами, но нам очень хочется, вот такой вот, такой сделанный боже спойлер, нам очень хочется... Вот мы начали показ фильмов документальных о культуре, и в том числе показали тогда под открытым небом у инженериума фильм «Спиной Бауш», посвященный современной хореографии, и учитывая, что у нас тут в очередной раз, что у нас всех, наверное, всех радует, возродился сдвиг, да, и он продолжается, и весна снова будет, и будет фестиваль солянки. В общем, современная хореография у нас сейчас на таком подъеме, чему нельзя не радоваться. Мне бы очень хотелось сделать такой мини-фестиваль вот таких документальных фильмов по современной хореографии, которые есть у наших партнеров у Гето-института, вот привести и показать, в какой форме, где именно, будет ли этот ток у нас на пятом этаже, или мы снова посотрудничаем с Колизеем, пока сложно сказать. На открытую площадку. На открытую площадку. На открытую площадку, может быть, когда потеплеет, тоже вариант. Мы думаем об этом, нам тоже очень хочется кино. Кино мы у нас тоже показываем, то есть вот мы, помимо «Метрополиса», мы показали «Человек с киноаппаратом» Дзигавертова, обсудили его очень интересно. Поэтому в марте тоже кино будет, может, какое конкретно, это будет чуть позже понятно. Заходите в социальные сети, заходите на сайт, смотрите, изучайте. Еще один большой такой проект, который идет у вас, я смотрю на вашем сайте, «БДТ», «Большой день тренинга мастерства актера». Вот это такая цикличная штука, да, я смотрю. Да, это как раз то, о чем я уже рассказала сегодня, это Недеский театр «Кактус», вот они у нас регулярно занимаются, и по понедельникам у них открытые тренинги, то есть открытые, в которые можно прийти абсолютно любой. То есть любой человек может прийти, да? Любой человек, неважно. Вне зависимости от того, что он не был на прошлом занятии, на позапрошлом. А в понедельник когда это у них бывает? По времени? По времени? А что там у нас написано? Сейчас кто вперед посмотрит об... С пяти часов, да? С пяти до восьми. То есть, в принципе, любой человек может прийти в понедельник вечером и прийти на этот тренинг, да? Да, 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 да. Там у них очень разные вещи. У них проводил как-то тренинг Михаил Андреянов, они учились вот разговаривать, вот сценическая речь, отрабатывали там дикцию, какие-то упражнения на дыхание делали. Был у них тренинг пластический вместе с Андреем Просвириным, недавний прошлый участник миграции, тоже звездный хореограф, танцор современной хореографии, проводил пластический тренинг. То есть, они учились как-то двигаться, владеть своим телом. То есть, занятия очень разные. И независимо от уровня подготовки можно прийти и поучаствовать. Вот. Они действительно занимаются каждый понедельник, поэтому это цикличное такое мероприятие. И вот до конца апреля занятия у них точно будут. Поэтому можно прийти и поучаствовать. Основа режиссура, сценография еще я вижу, да? Да, да, да. Вот. А у нас еще будут в марте два гостя. Так. Вот. Поскольку у нас проект грантовый, есть такая возможность, благодаря фонду президентских грантов, мы стараемся приглашать разных экспертов. И основная задача нашей площадки, которую мы поставили, это стать таким мостиком, способствовать такой какой-то новой коммуникации между гражданскими активистами, общественными деятелями и деятелями культуры и искусства, скажем так, у нас в городе, для того, чтобы они могли делиться совместными компетенциями, чтобы те и другие могли делать какие-то интересные проекты и социальные, и в сфере культуры, поскольку это крайне близкие сферы. Мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты на рекламу, чтобы потом не отвлекаться. И приступим как раз к рассказу о тех двух людях, которые будут. Это был просто анонс нашей следующей передачи, которая начнется в 12.06, поэтому не пугайтесь. Мы по-прежнему в дневном развороте, и у нас по-прежнему в гостях Дарья Ткачева. Даша, вот мы как бы перед перерывчиком сделали такую хорошую интригу, создали к нам, приедут интересные гости. Два! Да, два! Да, совершенно верно. В первую очередь 15 и 16 марта мы ждем к нам в гости председателя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, который проведет такое двухдневное событие, лекции и дискуссии, зная Игоря, вероятность его с каким-то практическим дальнейшим заходом, и будем мы с ним говорить о гражданской культуре и гражданских культуртрегерах в современной России. То есть мы будем говорить о том, что же такое гражданская культура, что такое городские культурные практики, кому это надо, как это в современной России существует. И поэтому разговор крайне интересный. Игорь не только известный общественник, он историк и социолог, и он всегда умеет очень четко схватить ситуацию и показать в те связующие, скажем так, нити, которые связывают, казалось бы, какую-то просто инициативу частную с глобальным культурным процессом, культурным, политическим, социальным. Инициативу. Инициатива, в смысле... Ну, либо инициатива, либо человек, который ее продвигает. Ну, вот на федеральном, я не знаю, уровне, может быть, не на кировском. Нет, вопрос в том, что речь пойдет именно о проектах гражданских. Ну, вот, например, даже взять наш пятый этаж, по сути дела, это тоже гражданская инициатива. То есть нам зачем-то вот это надо. Вопрос, зачем? Нам и самим было тоже интересно это в очередной раз так копнуть и проверить свои системы координат, зачем мы это делаем. С одной стороны, понятно, что мы это делаем, потому что нам этого хочется. То есть мы живем в этом городе, нам чего-то там не хватает, нам не хватает целого там спектра всего, и мы стараемся как-то это сделать. Но вот, скажем так, глубинных корней, да, у этого всего процесса, их намного больше, и намного они могут быть важнее, потому что, когда мы делаем там те же лекции, к задумке, кому нужны лекции по философии? Ну вот в широком смысле. Ну, кроме избранного количества. Да, кроме неких там избранных чудиков, которым там, ну, делать нечего вторник вечером, кроме как разбираться в сложных материях. А по большому счету, это вопрос просвещения, образования людей, возможность научить людей думать, осмыслять то, что происходит. Общеспособность как бы думать и анализировать, это такая основная задача человека. И в этом отношении, то, что мы делаем, этот просветительский наши проекты, их можно считать соотношением гражданской инициативой. То есть мы способствуем, как бы, ну... Просвещению. Да, просвещению людей, что является такой важной необходимостью для человека. То есть это такая же потребность, как, я не знаю, там физические ценности. Да, Антон Касанов, всего экскурсия на Пешком порядке, тоже такой пример, да? Совершенно верно. Или там фестиваль театральный вот был перед Новым годом «Вымыслы», когда все объединялись, делали читки. То есть, в принципе, гражданская инициатива, да, помочь детям, но там столько много всего, других слоёв важных. И понимать это, то есть для чего и кто это делает, это крайне важно. И тем, прежде всего тем, кто это делает. Потому что очень часто бывает, что человек делает, делает что-то, да? И не чувствует удовлетворения. А зачем я это сделал? Вот кому это было нужно? Вот понимание этого, это как бы краеугольный камень вообще вот всего процесса. И об этом мы будем говорить с Игорем. И я думаю, будут какие-то практически тоже навыки, что-то потренируемся поформулировать, поделать. Поэтому ждём всех 15-16 марта у нас на пятом этаже. Это следующая пятница и суббота. Да, пятница и суббота. В субботу вероятность это будет точно первая половина дня. В пятницу сейчас вот ещё думаем, какое-то время это будет. То есть следите опять же за анонсами. Ну и мы, Игоря, попробуем, конечно, сюда пригласить. Если получится, да, обязательно. Это будет здорово для наших слушателей. Вот. Гость номер 2. Гость номер 2. Возрастное ограничение на Игоря не сказали ещё. 18+, 16+. 16+. 16+. Такая условная вещь на самом деле. Это Роскомнадзор зато бдит за эту условную вещь. Так, второй гость. А второго гостя мы ждём 29-го и 30-го, тоже на два дня события. Там будут два разных события. Высокий гость у нас очень интересный, многогранный. Это мой коллега по региональному отделу Волгоградского филиала ГЦСИ. Но прежде всего... Волгоградского филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО. Совершенно верно. Но он у нас в региональном отделе курирует Ижевскую, Дмуртскую республику. Но прежде всего он является руководителем своей организации. Это оно, автономная коммерческая организация Рыба Морза Кама Рекордс, которая знаменита тем, что уже много лет занимаются проектами на стыке традиционных современных культур. Причём там ведь ещё и национальная культура, я так понимаю, раз в Дмурте. Да, именно национальная Удмуртская. И вот у них очень много было интересных вещей, когда они сопоставляли, находили возможности, очень интересные ракурсы для того, чтобы через современные художественные практики как бы вот оживить, снова как-то вот преподнести по-новому. В общем, сделать её интересной. Да. Интересная национальная культура. И вот сейчас они реализуют совершенно потрясающий проект. Это музей исчезнувших деревень в деревне СЭП в Удмуртской республике. Они создали музей практически европейского уровня по технологиям, которые там использованы. Но вот это обычная деревня, музей исчезнувших деревень. И сейчас они работают над созданием культурного квартала в деревне СЭП и создание СЭП-комьюнити, такая реновация своеобразная клуба сельского. При этом опираются они именно на местную активность. Там очень активны местные жители. И Александр Юминов, наш гость, как опытный тот самый культуртрегер, что называется, направил эту деятельность в крайне позитивное, созидательное, эффективное русло, в результате которого мы получаем там уже две институции в отдельно взятой деревне Удмуртской, куда просто уже ездят на экскурсии. Это совершенно потрясающе. И вот 29 марта Александр проведет такой семинар-практику. Это пятница. Это пятница. Мы будем приглашать и сотрудников музейных организаций нашего города, и общественных объединений, чтобы он поделится той технологией, в которой они работают. То есть как был создан вот эта проектная деятельность, с помощью чего, как удалось им, скажем так, активизировать вот эту деятельность, как произошло создание вот этого музея. Когда они людей раскачали. Да, как происходит сейчас создание комьюнити, потому что они... Здесь ведь не только людей раскачают, здесь надо еще определенные средства вложить, чтобы музей европейского уровня создать. И это тоже практика, которая интересна поделиться. Это тоже практика. Самое главное, вот когда говорят, ну, гранты получили, да, грантов там много уже получено, но это не просто так. Потому что задача вот сформулировать, увидеть вот те же самые ценности, да, вот те же самые вот важные связки, о которых мы будем говорить с Аверкиевым, да, чуть ранее. Вот здесь тоже это будет звучать. То есть увидеть, для чего кому это надо, увидеть долгосрочную перспективу и влияние, создание конкретного реализации проекта на жизнь региона в целом. То есть это крайне тоже важный, нужен опыт, и мы будем рады, что Александр с нами с ним поделится. А вот 30 марта вечером будет совсем другое событие, но тоже с Александром. Дело в том, что Александр Димонов является тем человеком, который имел непосредственное отношение если вы слышали когда-нибудь о феномене ежевской электронной музыки. Ежевск долгое время считался столицей электронной музыки. Что-то такое, но это было давненько довольно-таки. Это было давненько. Это такая уже история. Да, да, да. Были такие новости подводного Ежевска, такие группы, как Стук бамбука и так далее, и так далее. Александр имел непосредственное отношение к тому процессу, и поэтому мы попросили 30 марта прочитать такую лекцию об ижевской электронной музыке в историческом таком ракурсе. Мы будем много слушать этой самой электронной музыки. На самом деле процесс там был уникальный. В Ижевск приезжали известнейшие электронные коллективы со всего мира, которые в Москву не заезжали, а ехали прямиком в Ижевск, потому что именно там долгое время был центр электронной музыки у нас в стране. И о том, что происходило, почему это происходило, мы будем узнавать 30-го. Почему это прошло? А вот этот вопрос, который мы зададим, мы будем надеяться, что какой-то ответ будет. Об этом будет говорить 30 марта вечером у нас на пятом этаже. Две минуты у нас остается. Есть еще события марта, которые мы должны анонсировать, интересные? Или мы к апрелю перейдем, и вот прямо начало апреля еще успеем назвать? апреля. Апрель. Похоже. Я бы хотела еще сказать про то, что у нас есть библиотека. Так. Это тоже, мы же такое рабочее пространство, лабораторное, какая лаборатория научная, культурная, без библиотеки. Именно в физическом плане. Именно в физическом плане. То есть реальные книги. Непосредственно на пятом этаже. Реальные книги. Ознакомиться с некоторыми из них, что-то за книжки, можно тоже у нас на сайте, у нас там есть в подвале сайта ссылочка на библиотеку, и мы постараемся сейчас вот в процессе описываем книжки, которые у нас есть. Там что-то вроде аннотации, да, на сайте? На сайте, да, аннотация. То есть текст пока скачать нельзя? За текстом к вам? Нет, нет, мы это даже не планируем. Можно прийти к нам, сделать себе чашечку кофе-чая и посидеть, почитать. То есть у вас такая библиотека, именно вот приходишь к вам и читаешь у вас. То есть у вас читальный зал такой получается. Да, совершенно верно. А библиотека у нас там уже такая из двух частей состоящая. Это прежде всего книги по современному искусству, по современной культуре, большая часть из которых это каталоги выставок, которые проходили у нас в Волговецком филиале, в Арсенале в Нижнем Новгороде, в других филиалах. Это какие-то сборники статей, конференции, посвященных современному искусству. А вторая часть библиотеки это книжки Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, то есть книжки, которые помогут тем, кто хочет сделать какое-то событие или сделать свою организацию. То есть там справочники, бухгалтерские, юридические. Разобраться во всех тонкостях работы НКО с нашими органами власти. Совершенно верно, совершенно верно. У вас буквально вчера приходили у меня студенты-журналисты, я им показывала, там целая у нас подборка книг о правах в СМИ, например. Это все можно найти. Пожалуйста, на сайт mtc-kirov.ru заходите, смотрите. В подвале прямо там написана библиотека МТЦ. Да, 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 совершенно верно. Все можно посмотреть. Благодарим Дарью Ткачеву, руководителя проектов молодежного творческого центра и начальника регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО. У тебя опять получилось. Да, я прочитала, не ошиблась. Спасибо большое. Все на пятый этаж, Ленина 119. Мы, Николай Голиков, Анна Лапшина, с вами не прощаемся. Через 20 минут культпоход.